Здравствуйте, товарищи! Сегодня в Красном университете занятие по теме становления партии рабочего класса. Партия – это политический авангард рабочего класса, результат соединения рабочего движения и научного социализма. Мы говорим о становлении партии рабочего класса, и мы знаем, что этот процесс, по крайней мере, в некоторых странах был завершен, процесс становления. Почему? Потому что мы с вами живем в эпоху перехода от капитализма к коммунизму в мировом масштабе, а победоносная коммунистическая революция невозможна без того, чтобы борьбу рабочего класса не возглавлял авангард в виде партии рабочего класса. Значит, опыт говорит о том, что, по крайней мере, в некоторых странах такая партия была создана. Ну и мы знаем, в какой именно стране она была создана впервые, или если не была создана впервые, то выполнила свое предназначение как руководителя в борьбе за коммунистическую революцию. Это Россия. Ну и история нашей страны, и политическая история еще очень своеобразная. И потому, что мы не только впервые победили, установили социалистическое государство, государственную диктатуру и патриарху, но и потерпели поражение. В этом нет ничего удивительного, потому что эпоха перехода от капитализма к коммунизму, эпоха пролетарских эволюций, включая себя и откаты тоже. Вот такой откат в виде контрреволюции пережила Россия. И поэтому для нас вопрос о становлении партии рабочего класса имеет чрезвычайную квадратность, потому что мы должны возродить эту партию, опираясь на опыт побед и опыт поражений наших предшественников. Поскольку партия есть соединение рабочего движения и научного социализма, то мы с вами понимаем, что рабочее движение, поскольку оно еще вне партийного влияния, это движение, которое не уходит за рамки буржуазного общества, вполне укладывается в эти рамки. Ну а те люди, которые разрабатывают теорию и научного социализма по своему положению социально-экономическому, а не по своим идеям, это люди, которые принадлежат или к буржуазии, или к мелкобуржуазным слоям. И вот это противоречие, конечно же, воспроизводится и внутри партии в период ее создания. Но прежде всего можем отметить, что процесс создания и становления рабочей партии происходит в обстановке ему враждебной. И мы знаем, что принимались законы против социалистов, запреты, гонения. На кого? На людей, которые просто еще изучали марксизм и потенциально могли создать партию. Но это не может остановить, конечно, вот эти гонения внешне со стороны буржуазного общества. Тех, кто борется за интересы рабочего класса и стремится к этой борьбе. И партия создается. Значит, с чего начинается создание партии? Ну, прежде всего, с утверждения программы. Потому что партия это союз единомышленников. И вот это единство пролетарского мировоззрения надо зафиксировать в программном документе, который фиксирует основные задачи и цели партии. И вот уже на этом этапе развертывается борьба между двумя тенденциями. Мы знаем, в каждом становлении есть две тенденции. Становление – это вообще исчезновение бытия в ничто и ничто бытии. И поэтому мы различаем два момента становления. Это движение, исчезновение, ничто бытия, возникновение. И противоположный момент – момент прихождения, движение бытия, исчезновение бытия в ничто. И вот в борьбе за партийную программу эти две тенденции себя проявляют. В чем они проявляют? Ну, прежде всего, в коренном самом вопросе о том, надо ли закреплять идею диктатуры Патриата. А вы знаете, что идея диктатуры Патриата – это одно из научных, великих научных открытий Маркса и коренное. И, значит, идея пролетарской диктатуры – это главное в ленизме. Так вот, с самого начала стоит вопрос, закреплять или не закреплять. Для тех, кто, значит, предан интересам рабочего класса и является его последовательным сторонником, вопрос не стоит. Начинаются всякие колебания и метания вот этих меркобуржуазных интеллигентов, которые, ну вот, кто по идейным соображениям, потому что они находятся под влиянием буржуазного общества, кто, значит, по таким соображениям, что, ну, диктатура – очень жесткое слово, надо бы как-то помягче, то есть проявляют такую бесхарактерность, вот выдвигают какие-то тезисы, которые, лозунги, которые должны подменить пролетарскую диктатуру. И исход этой борьбы отнюдь не предопределен сам по себе. Мы знаем, что, например, в германской социал-демократии при принятии программы, гостской программы победила точка зрения народного государства. Вот Маркс раскритиковал эту точку зрения, но, тем не менее, эта программа прочитывала 15 лет. А в следующей программе, в эрфорской, значит, лозунг народного государства был изъят, но, тем не менее, лозунг диктатуры Патрията и задача утверждения диктатуры Патрията не была поставлена. Значит, а где была поставлена эта задача в программе какой партии? В программе российской социал-демократической рабочей партии. Вот на втором съезде как раз развернулась борьба за программу, и уже тогда раздавались голоса, что не нужно включать диктатуру Патрията в программу партии. Ленинская позиция, так сказать, победила, и это требование, требование установления диктатуры Патрията было включено в программу партии. Ну, хорошо, вот зафиксировали, так сказать, те ключевые позиции, зафиксировали те цели, за которые должны бороться члены партии. А как построить организацию? Вот исходным материалом являются кружки. Да, в кружках, как мы знаем, скажем, и в России тоже занимались не только интеллигенты, а наоборот интеллигенты приобрали рабочим, разъединяли их интересы, вели такую очень интересную и полезную театрическую работу, но поскольку это кружки, они оставались таким заведением просветительским. Да, партия, ведь она включает задачу пропаганды, агитации, в этом смысле политического просвещения, но отнюдь не ограничивается этой задачей. Это же партия, борющаяся у пролетариата, то есть на практике тоже борющаяся. Значит, нужно было сформировать единую организацию в масштабах всей страны, которая способна связаться со всем рабочим классом. Что послужило инструментом такой организации? Газета. Ленин рассматривал газету «Искру» как коллективного организатора. Кого организовывали? Партию прежде всего организовывали. Ее связь с рабочим классом. Но борьба за газету тоже совершенно неизбежна. Во-первых, это борьба в виде, борьба против газеты со стороны власть-предержащих. У нас это был царизм, но мы знаем, что и в других странах тоже ограничивают и закрывают газеты, несмотря на провозглашение лозунга «Свобода печати» рабочие. Все это сполна мы испытали, я имею в виду, пришествующее поколение борцов. Но и борьба внутри партии тоже, потому что партия должна использовать газету для того, чтобы развертывать борьбу рабочего класса, ну а оппортунистическая линия, линия на прихождение партии, как партия рабочего класса, стремится развернуть этот инструмент. И вы знаете, что вот если брать историю, то «Искры», она 50 с небольшим мюро было большевистской, а потом вот она перестала быть большевистской. Но большевики не отказались от создания газеты, значит, после «Искры» создавали другие газеты. И вот устойчивой такой газетой, которая подсчитывала десятилетия, это была «Правда». Газета «Правда». Значит, далее, когда вот мы получили этот инструмент, или наряду с этим, стоит вопрос, а на каких принципах мы будем партию организовывать? Вот как члены партии должны работать в этой партии? В каком отношении должны находиться с другими членами партии? С точки зрения рабочего класса, с точки зрения рабочих, которые прошли и постоянно проходят школу совместного труда тысяч людей, вопрос не ставят, все должны действовать в партийных организациях, выполнять поручения, подчиняться партийной сцеплении. Это рабочим понятно, это соответствует пролетарской психологии. А вот со стороны интеллигентов отнюдь это требование нелегко воспринимается и не всеми далеко поддерживается. И вот уже на втором съезде партии развернулась борьба за первый пункт устава, где ленинская позиция, большевистская позиция стояла в том, что член партии – это не только тот, кто признает программу, поддерживает партию материально, но работает в одной из партийных организаций. А меньшевистская позиция, которую выражал Мартов, стояла в том, что член партии – он работает под руководством партийной организации, значит, может находиться вне ее. Ну и о какой же тогда совместной работе может идти речь? О каком же единстве действий, если на человека не распространяется партийная дисциплина, если он считает себя вправе поступать по своему усмотрению? Вот эта мелкобуржуазная линия, конечно, была бы губительна, если бы она возобладала. Но вот большевики под руководством Ленина обеспечили приоритет линии на возникновение партии рабочего класса на утверждение партии как рабочая партия, которая признает пролетарскую дисциплину и организационное самоустроение обеспечивает ее. Ну и вот в связи с этим тоже очень важный момент – кто же руководит партией? Казалось бы, если здесь идет рабочая партия, то руководить должны рабочие. Но мы понимаем, что в жизни ведь все не так просто. Рабочие – это люди, которые были отделены от занятий умственного труда и выработать ясное классовое сознание. Это большая проблема для рабочих, требует очень напряженной работы, значит, долгой школы политической. И немногие рабочие могут, в сравнении с классом, конечно, вырасти в сознательных политических борцов. Несмотря, как говорил Ленин, на каторгу, капиталистического труда. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть интеллигенты, которые, сказать, знают они, не знают, разбираются они в марксизме, в теории научного социализма, насколько глубоко. Но они считают, что они-то и есть светочие, носители знания. И поэтому для них это как-то естественно возглавить. Тем более, что когда человек что-либо возглавил, он во многом освобождает себя от черновой, будничной, повседневной и самой тяжелой работы. Это тоже для мелкобуржуазных и буржуазных интеллигентов. Вполне естественная позиция жизни. Значит, вот здесь тоже возможно противоречие. Может быть, оно не так явно прослеживается, скажем, в работах Ленина, но тем не менее оно присутствует. И вот крупные вехи в развитии партии, в организационном развитии партии Владимир Владимирович Ленин фиксировал. Ну, например, после контрреволюции, после контрреволюции 1907 года, вот интеллигенция мелкобуржуазная отплыла от партии. Почему? Потому что вот хорошо быть в партии когда? На время праздника. Да, и тогда Ленин таких людей называл друзья на час, интеллигентские друзья на час, друзья на время праздника. Когда наступает контрреволюция, когда наступает, значит, тяжелая пора для партии. Ну, уже как-то сбросно вот все это переживать. А не лучше ли выйти из партии? Рассуждают эти интеллигенты и уходят из партии. Ну, и тогда вот под влиянием этих обстоятельств, во многом под влиянием этих обстоятельств и во многом уже в результате активной борьбы самих рабочих утверждается такая ситуация, когда на место руководителя интеллигента выдвигаются руководители из рабочей среды. Ленин так писал, растет новый тип социал-демократического рабочего партийца, самостоятельно ведущего все дела партии и способного сплотить, объединить, организовать в десятеро и во сто раз больше по сравнению с прежним пролетарские массы. Написано в октябре 1910 года. Вот это очень глубокая мысль, что можно, конечно, руководить партией интеллигенту, и он, конечно, и нужно участвовать в руководстве, но непосредственно руководить борьбой рабочего класса и тем самым влиять на пролетарские массы, могут способны по своему положению именно партийцы рабочие. И вот когда поменялся руководящий состав партии, видите, Ленин этого в пользу рабочего актива, воспринял этот факт очень положительный и прямо указал, что тем самым возросла способность в десятеро и во сто раз больше стала способность сплотить, объединить, организовать пролетарские массы. Значит, эта борьба, как мы с вами понимаем, никогда тоже не заканчивается, но тем не менее, но тем не менее, в партии, которая успешно обеспечит свое восстановление, вот это положение, если не де юре, по уставу, то де факто складывается фактически. Вот такая партийная организация способна осуществлять пролетарскую тактику, потому что недостаточно признавать программу партии, ведь нужно, чтобы жизнь менялась в соответствии с этим, нужно, чтобы борьба повседневная развертывалась в соответствии с этой программой, поэтому ключевое значение имеет еще и пролетарская тактика, тактика пролетарской партии. Какие здесь, прежде всего, возникают задачи и какие возникают проблемные пункты? Мы говорили о том, что речь идет о рабочем движении, то есть, а что такое рабочее движение? Это борьба рабочих за свои интересы, вот вне партии это только экономическая борьба. И в этом ничего страшного нет, в том, что идет борьба экономическая, потому что на базе экономической борьбы в эту борьбу втягиваются самые отсталые пролетарские массы. Но для того, чтобы утвердить господство политического рабочего класса, нужно использовать экономическую борьбу для перерастания ее в политическую. И вот здесь уже проявляется следующая антипролетарская, антикоммунистическая тенденция, которая связана с тем, чтобы надо удержать рабочих от перехода в политической борьбе. Пусть они занимаются только экономическими требованиями, причем какими требованиями? Ну, сами мелкими, будничными, копейка на рубль, как занимались экономисты, но чтобы политикой занимались другие партии, а дело рабочих заниматься только стаичной борьбой. Значит, это рукой подать от представления об экономизме, течения экономизма, к реформизму. По собственному экономизму это и есть, разновидность реформизма. А что значит реформизм? Это значит ограничение борьбы партии борьбой за мелкие, выгодные для рабочего класса преобразования, но которые вполне укладываются в рамки буржуазного общества и не угрожают его основам. То есть развертывается борьба между революционным началом партии и реформистским началом партии. И эта борьба очень напряженная. И мы знаем, что эта борьба не во всех партиях завершилась победой пролетарской линии. Реформизм в значительной степени победил в Германии и во многих других партиях. А вот у нас мы победили, значит, большевистская линия, линия победила линию экономистов. И поэтому, если брать стаичную борьбу, то стаичная борьба за экономические требования перерастала благодаря работе большевиков в производственные коллективы, в политическую борьбу. Борьбу за свержение самодержавия, если брать конкретные условия дореволюционной России. Да, борьбу за восьмичасовой рабочий день. И это привело в конечном счете, как мы знаем, к созданию Советов. Может быть, это такой непланированный был результат, но, по крайней мере, он был закономерной, достаточной борьбы. И большевики, когда увидели, значит, проанализировали этот опыт пролетарского социального творчества, конечно же, после этого стали горящими сторонниками Советов. И твердо поставили вопрос о том, еще в период первой революции российской, что Советы должны становиться органами власти. Вот вам единство экономической и политической борьбы. Тогда как меньшевистские, меньшевистское направление, то есть направление, связанное с пересмотром основ марктизма, с оппортунизмом, то есть борьбы за такие текущие требования по возможности, незакоренные требования, с реформизмом, говорила, что, и взратовала за то, что Советы не должны превращаться в органы власти. Победила большевистская линия и пошли дальше. Значит, вот когда говорим о тактике, надо понимать, что поприща для пролетарской борьбы необъятны в условиях каплинистического общества. Все поприща нужно использовать, в том числе и выборы в законодательные органы власти. Почему? Большевики прекрасно понимали, и Ленин это разъяснял, что через выборы победу нельзя одержать рабочему классу, политическую победу. Вольшевики, особенно в лице, так сказать, руководителей таких, как Ленин, тоже осознали, что глубину марксовой мысли, которую он вывел из осмысления опыта парижской коммуны, что пролетариат не может просто взять государственную машину, существующую буржуазную машину государственную, он должен ее разбить. Разбить. Они это осознали. Но, тем не менее, вот основая это, большевики также понимали, что надо использовать парламентскую трибуну для политического воспитания масс, для разъяснения того, что парламенты не могут обеспечить интересы рабочего класса. Это нужно в интересах политического просвещения рабочего класса. То есть нужно использовать все формы, легальные, нелегальные. Борьбы учил Ленин, и большевики так и действовали. В противовес чему? Значит, а здесь была такая ситуация. Некоторые, которые прошли уже парламент, говорили, что ну и хорошо, и вот надо этим и заниматься, это главное. Вот теперь это стало главным поприщем. Это называется парламентский кретинизм. Особенно этим грешили германские социал-демократы. И неудивительно тоже, потому что в аппаратах политической партии и в профсоюзах, которые были под влиянием социал-демократической партии Германии, работало 40 тысяч освободенных рабочих. Это уже немало 40 тысяч людей, которые привыкли к спокойной жизни на теплых местечках с хорошим жалованием. Значит, их вот эта парламентская борьба вполне устраивала, которая грозила. Если чем и грозила, то только вот в мирное время, по крайней мере, высоким жалованием. А когда настал час, чтобы использовать парламентскую трибуну по-настоящему, да, и выступить против военных кредитов, то есть вот в этом был, мы знаем, значит, призыв политарского интернационализма в период развязывания Первой мировой войны. Ну, вот эти парламентские люди уже не стали выступать, они, так сказать, и дальше оставались в этом парламенте, тем самым стали предателями рабочих интересов рабочего класса. Значит, одобрили империалистическую войну, стали пособниками империалистов и шовинистов. Значит, это одна была опасность. Но была и другая опасность. Вот у нас был ублюдочный парламент, то есть безвластный такой секвой. И вот, отталкиваясь от этого факта, некоторые люди из партии полагали, что и нечего в нем делать в этом, в этой доме, надо от нее отходить и только, значит, вести нелегальную работу. Это тоже вело, между прочим, к гибели партии, потому что партия, если бы она не использовала эту трибуну, могла бы потерять политическую известность, политическое влияние и тем самым оказаться в заведомо проигрышном положении. Вот Ленин потом уже в своей работе, в замечательной работе «Детская болезнь левизы в коммунизме» подчеркнул, что у нас главная опасность была опасность со стороны протеинистов правых, которые были за легальность, которые были за гипертрофию, за привлечение роли парламентской деятельности. Но мы вообще-то боролись и с «левыми» в кавычках, то есть те, которые замыкались на одной какой-то форме борьбы, да, избирали одну форму, один вид тактики и отказывались от другой в ущерб интересам рабочего класса. Вот от зависты и бойкотисты и так далее, и так далее, и так далее. Вот когда все формы были освоены борьбы партии рабочего класса, вот тогда она укрепила свою связь с миллионами. Но для того, чтобы в такой обстановке успешно действовать, разрешать противоречия внутри партийные, осознавать противоречия, которые свойственны капиталистическому обществу на его монополистической стадии при империализме, требовалось, конечно, владение диалектикой. И вот владение диалектикой не только в смысле понимания, но в смысле применения диалектики в практике политической борьбы партии. И надо сказать, что, как показал исторический опыт, в достаточной мере эта задача была решена только Российской социал-демократической рабочей партии, но и благодаря одному, в общем-то, человеку, в основном одному человеку, благодаря Ленину, который сознательно занимался освоением диалектики Гегеля, и будучи авторитетным большевиком и партийным руководителем еще до этого, укрепил свой партийный авторитет, не потому что, так сказать, он апеллировал к этому авторитету, а потому что в полной мере, овладев диалектикой, он выполнял роль вождя рабочего класса, но и лучшим образом, и тем самым завоевал доверие и партийных масс, и рабочего класса в целом, и стал вождем рабочего класса. Ну и, наконец, партия не могла бы стать успешной, не могла бы обеспечить победу социалистической революции, если бы не размежевалась организационно с оппортунистическим крылом, которое в рамках партии присутствовало и не могло не присутствовать, как мы с вами понимаем, учитывая, из каких элементов складывается пролетарская партия. И вот когда партия размежевалась с этим крылом, это не означало, что исчезла почва для ревизионизма, исчезла почва для оппортунизма внутри партии. Это означало, что ревизионизм не мог, уже не преобладал и не определял политику коммунистической партии. И вот такая партия и обеспечила победу коммунистической революции, потому что эта партия, говоря словами Ленина, была способна вести за собой десятки миллионов. Десятки миллионов. Ну, а Россия была слабым звеном империализма, и поэтому вот эти десятки миллионов волей-неволей были вовлечены в борьбу за свои насущные интересы. Мы знаем, что здесь сливалась борьба за уничтожение феодальных пережитков, с борьбой за буржуазную демократию и дальше за перерастание буржуазной революции в революцию коммунистической. Вот основные этапы становления партии рабочего класса. И мы видим, что на каждом этапе идет острейшая борьба пролетарской линии с антирабочей, с антикоммунистической линией, с ревизионистской линией. И лишь только отмобилизованность рабочего партийного ведра и тех идеологов, которые преданы рабочему классу, не просто преданы, но и выполняют требования, необходимые для этого руководства. А таким требованием является освоение диалектики. Вот при этом условие партия утверждается и устанавливается именно как партия рабочего класса. И тогда класс становится способным к победе в классовой борьбе к установлению своей диктатуры. Ну, значит, мы не для нашего занятия тема того, как же случилось, что партия, которая была способна вести за собой, вела за собой десятки миллионов, установила советскую власть и обеспечила по стране социализм. И как же случилось так, что эта партия не обеспечила перерастание социализма в первый коммунизм, это проблема другого занятия. А нам теперь надо рассмотреть то, как создается партия рабочего класса, как осуществляется становление партии рабочего класса в современных условиях, в условиях произошедшей контрреволюции, в условиях реставрации капитализма. Ну, разумеется, надо отметить, что, хотя мы снова находимся в ситуации, когда нужно создавать партию рабочего класса, все-таки исторически обстановка уже другая. Уже есть опыт победоносной коммунистической революции, которую обеспечила партия рабочего класса. Уже есть страны, которые и сейчас являются социалистическими, это означает, что партия выполняет свое призвание в этих странах. Поэтому мы начинаем не с нуля. Мы, так сказать, в России я имею в виду, мы начинаем с того, что досталось нам наследство от прежних поколений борцов, тех, кто одерживал победы, и начинаем с того, что мы имеем опыт на сегодняшней успешной борьбы за осуществление коммунизма, социализма и коммунизма. Ну, еще до перерастания социализма полный коммунизм, наверное, немногие, может быть, и дошли, это единицы стран, поэтому скорее еще идет об осуществлении социализма в ряде стран. Да, этот опыт является достоянием всех, кто заинтересован в возрождении партии рабочего класса. Но опыт показывает, что период контрреволюции – это особенно тяжелый период для создания партии рабочего класса. Это мы знаем уже по опыту не только нынешней контрреволюции, которая растянулась на десятилетия. Это было известно по опыту контрреволюции 1907-1910 года. Вот до этого партия, насчитывавшая десятки тысяч, десятки тысяч членов, которая смогла развернуть широчайшую стачную борьбу, которая доросла до политической стачки и до вооруженного восстания, вот эта партия находилась в тяжелейшем кризисе в условиях контрреволюции, когда многие были схвачены, многие были расстреляны, борцы, партийцы. Когда отхлынула от партии мелкобуржуазная и буржуазная интеллигенция, и вот в этот период надо было воссоздавать. Вот мы сегодня тоже переживаем период, может быть, такой период, когда контрреволюция непосредственно закончилась, да, но, тем не менее, ее наследие, я имею в виду контрреволюции, налицо. Значит, казалось бы, ну хорошо, вот попали условия буржуазного общества на рубеже 90-х годов, полностью буржуазного общества. В чем проблема создавать рабочую партию? Все мы знаем, что партия – это соединение рабочего движения с научным социализмом. Все-таки есть достижения советского времени, например, в разработке научного социализма, безусловно. Есть достижения в создании рабочих и развитии рабочих организаций. В чем проблема? Проблема была в том, что, так сказать, в период контрреволюции рабочее движение, то есть стаичная борьба рабочих находилась под сильнейшим антикоммунистическим влиянием. И поэтому вот стаичная борьба, когда, так сказать, возродилась в сроке масштабах? С 89-го года. И мы хорошо знаем, что эта борьба была, вот парадокс истории, была борьба с якобы коммунистическим руководством на местах и в центре. И поэтому для рабочих было, естественно, представлять, что все беды от коммунистов. И все были беды действительно в значительной степени от тех, кто называл себя коммунистами, но кто давно уже предал рабочий класс. Но без рабочей партии понять вот диалектику происходящего, конечно же, рабочие в массовом порядке были не в состоянии. И поэтому получилось так, что это движение носило в значительной степени, и идеология этого движения носила антикоммунистический характер. И вот на этой базе очень непросто было создавать, как вы сами понимаете, коммунистическую партию. Это с одной стороны. А что со стороны носителей или тех, кто должен был носить идею научного социализма и привносить в рабочие движения антикоммунистическое по своему настроению? Так у нас до 1991 года все идеологи были марксистами, но мы с вами понимаем прекрасно, что они были якобы марксистами, потому что огромное большинство прогласило идею общенародного государства. Значит, огромное большинство носило с идеей развитого социализма, которая базировалась на этой концепции гнилой общенародного государства, и ее распространяло эту концепцию на все стороны общественной жизни, в том числе на партию и так далее, на профсоюзы. И такие, якобы марксисты привнести идею научного социализма были не в состоянии. И то, что они привносили, да, под видом научного социализма был на самом деле замаскирован антикоммунизм и изначально ревизионизм. Вот в таких условиях, конечно, создать партию сразу, быстро, в массовом таком, массовую партию, как показал опыт, было невозможно. Было невозможно. Что же тогда было? Значит, была борьба коммунистического ядра КПСС, как выяснилось, что это ядро очень-очень узкое, очень узкое. Оно включало в себя лучших партийцев рабочих и лучших марксистов-ленинцев. Значит, началась эта борьба, борьба за партию, если брать уже непосредственно создание партии, естественно, за воспринятие программы. И эта программа была, естественно, уже включала в себя диктатуру полетриата, естественно, для тех, кто осознавал, какой должна быть программа партии рабочего класса. И не просто уже требовать диктатуру полетриата, а диктатуру полетриата с учетом той ее организационной формы, которая была открыта рабочим классом России. Поэтому, если вы откроете программу рабочей партии России, вы увидите, что там идет речь о советской власти, как организационной форме диктатуры патриата. То есть, понятно, что мы могли опираться на плечи гигантов, создавая программу рабочей партии России, партии рабочего класса, и тем самым идти в смысле программы, развития программы, требования вперед, по сравнению с тем, что было в начале 20 века. Ну, разумеется, как мы с вами понимаем, что, раз мы говорим с вами о становлении партии, то наряду с тенденцией к остановению была и тенденция к прихождению. А в чем состояла она? Ну, появилась программа компартии Российской Федерации, пусть не сразу, да, но что в этой программе? Была там диктатура? Там не было сначала диктатуру патриата. Там, значит, было вполне лоссальянское злоупотребление тезисом о народном государстве, о народной власти, о народовласти, то есть, которая, на самом деле, представляла собой отрицание, хотя и закамуфлированное, так вот, вроде в прямую не. А вот, если мы выпираем и напираем на народовласти, то мы тем самым отрицаем идею диктатуры патриата. Значит, если бы не была выдвинута программа, содержащая диктатуру, требования диктатуры патриата в ее советской форме, то, естественно, возрождение партии рабочего класса, то есть, становление ее в новых условиях было бы отсрочено на долгие годы. На долгие годы. Вот партия, значит, какая же партия приняла программу, содержащую требования диктатуры патриата и рассматривающую возрождение советской власти как организационной формы диктатуры патриата в качестве программы минимума. Это была Российская Коммунистическая Рабочая Партия. Российская Коммунистическая Рабочая Партия. И в этом большая заслуга тех, кто создавал Российскую Коммунистическую Рабочую Партию. Значит, соответственно, дальше, как надо было сформировать единство партийных рядов? Ну, это уже было открыто до нас. Нужно было использовать газету как коллективный организатор. И такая газета тоже была в Российской Коммунистической Рабочей Партии. Это Народная Правда. Ну, разумеется, была попытка забрать Народную Правду со стороны тех, кто потом создал Компартию РСФСР. И тем самым, если бы эта попытка удалась, то, естественно, восстановление партии рабочего класса или воссоздание партии рабочего класса в новых условиях было бы отсрочено на долгие-долгие годы. Но эту попытку отбили. Отбили люди, так сказать, которые были преданы рабочему классу. Виктор Юрьевич Долгов, Михаил Васильевич Попов, и тогдашний, тоже входив тогда входивший в состав руководящих органов РКРП, Виктор Ракоич Тюлькин, значит, подвинули. Зюганова отодвинули, и вот газета стала выполнять свою роль. Она выходила достаточно большим тиражом и расходилась не только через союз-печать. Это вот не принцип, вообще говоря, организации рабочей партии. Как мы с вами понимаем, искру и правду распространяли не через органы печати, не через киоски, да, и не ларки газетные, а это была особая организация. Вот народная правда в значительной степени шла через обычные, ставшие тогда буржуазными каналами распространение печати, но в значительной части также она шла через партийных распространителей и была доступна на заводских проходных, в значительной части. Значит, далее нужно было утвердить организационные принципы партии, как партии рабочего класса. Здесь мы уже сознательно в уставе партии закрепили принцип руководящего роль рабочих, предвидя, что рабочие должны составлять большинство в этих руководящих органах, предполагая, что раз закреплена уставная норма, что рабочие большинство в руководящих органах партии, значит, естественно, приниматься решения будут по большинству рабочих. Но выяснилось, что антирабочая линия в Блахах очень широко представлена и в Российской коммунистической рабочей партии. И вот как большевики с меньшевиками разошлись не на программе, а на организационном принципе по сравнению партии, так вот пролетарское рабочее ядро РКРП разошлось с теми, кто, ну, говоря языком, так сказать, начало 20 века представлял меньшевистское направление на организационном принципе. То есть даже устав-то вроде как признали все, вот у нас ухожущий устав, но когда ходит до практики, выясняется, что за руководящий, значит, стол заведения съезда там пленума, оргбюро берется обязательно нерабочий. У них очень неплохие, хорошие люди, которые много сделали в эпоху борьбы с Горбачевым, хорошие люди. Но вот как-то вот не могли они выпустить руководящий, так сказать, руль из рук, и не могли представить себе, что вести заседание в организационное бюро могут рабочие. Не допускали даже мысли такой. И рабочих не допускали. И мы столкнулись с таким фактом, что не избрали в оргбюро лучших рабочих, не избрали в оргбюро лучших рабочих. Ну и я бы сказал просто, если называть вещи своими именами, что представители интеллигенции узурпировали руководящие функции в тех органах, большинство которых составляли рабочих. И поэт рабочие. Это раз. А во-вторых, получилось так, что этот норма устава читала следующим образом, что достаточно избрать на съезде или на пленуме, если речь идет об избрании ЦК, организационного бюро, достаточно избрать в состав органа большинства рабочих. А на момент проведения работы этого органа может быть и не большинство рабочих. То есть и получалось то, что рабочие, поскольку они заняты на работе, поскольку им не дали денег, не выделили денег, поскольку они живут в дальних краях, на заседание ЦК не приезжают. И вот по списку большинства рабочих, а присутствует всегда меньшинство рабочих, и голосование тогда проходит при междустрии рабочих. И это считается нормальным для такой партии. Но это была же насмешка. Насмешка над организационным принципом рабочей партии. Ну и с людьми, которые таким образом извращают, конечно, пролетарские дроны могло находиться. И что получилось? Пришлось тем, кто хотел всерьез воссоздавать партию рабочего класса, размежеваться и организационно размежеваться, не дожидаясь наступления пролетарской эволюции, а организационно размежеваться с портократической частью руководства РКРП, и следующим за этой пролетарской частью, не за рабочих, конечно, пролетарской частью, а бывшие сектори парткомов, хорошие люди, но вот на этом пункте сломавшиеся, как коммунисты, и следующим за этой пролетарской частью руководства РКРП, большинством членов партии, большинством, пошли, вот пошли, куда пошли? Куда? В противоположном направлении пошли от пролетарской партии, но тем не менее пошли, а вот люди, которые хотели всерьез воссоздавать рабочую партию рабочего класса, размежевались и стали заниматься этой работой. И уж в рабочей партии России, которая была учреждена, а по сути, продолжала пролетарскую линию РКРП в декабре 1993 года, все органы были, конечно же, имели в своем большинстве рабочих, но не просто по списку, а на момент работы. Если уж съезд собрался, съезд начинается тогда, когда большинство рабочих и принимает решение. Если уж собрался центральный комитет, то решение принимается большинством рабочих, когда большинство рабочих нет. Значит, если вдруг сложилась ситуация, что 5 рабочих и 8 нерабочих, ну тогда, извините, вот голосуют, по крайней мере, самые большие 4 нерабочих, потому что надо, чтобы большинство было рабочих на момент голосования, на момент принятия решений. То есть нельзя этим играть, нельзя этим пренебрегать после того, как мы испытали горький опыт перерождения партии, и после того, как такой горький опыт пережили, очень многие социал-демократические партии, которые даже не дошли до статистической революции, вот, например, как социал-демократическая рабочая партия Германии. Вот когда не размежевались, это была большая ошибка, коммунистические элементы с преобладающим оппортунизмом, но тогда вот партия, коммунисты не смогли обеспечить победоносное движение, так сказать, германской борьбы германского рабочего класса немецкого, да, а революционная ситуация была тогда, но коммунисты, вот, находясь в этой партии, не смогли возглядеть эту борьбу. Значит, опыт такой, что надо вовремя размежевываться, надо вовремя размежевываться, даже если большинство идет по пути, который в этой прежней партии ведет в тупик. Ну, что же делать? Если большинство в тупик же, вот пусть будет меньшинство, как вот здесь точно можно сказать Ленинским, по Ленину, что меньше, лучше, меньше, да лучше. Пусть будет десятки членов партии, вместо нескольких сотен, даже нескольких тысяч. Но зато они строят партию рабочего класса, а не уходят, так сказать, в обратном направлении. Вот, как же дальше строилась работа рабочей партии России, которая вот повторяла все ключевые этапы борьбы за создание партии рабочего класса, ну, и повторяла, я бы сказал, Ленинский путь, Большевицкий путь. Значит, мало что была газета, вот еще, у нас же используются современные тоже средства. Вот чего не могло быть в эпоху, значит, начала 20 века. Значит, фонд рабочей академии был создан, и был создан Красный университет. То есть, используется то, что называется интернет-технологиями, когда можно обращаться к широкому кругу слушателей, да, и не только слушателей, ведь можно вести и диалоги, к широкому кругу людей, которые заинтересованы в возрождении партии, через интернет. Поэтому и здесь вести работу непрерывную агитационную, пропагандистскую, в том числе и работу по обучению, по политическому просвещению в таком университетском духе. Вот это отшляется при помощи Красного университета. То есть, мы получили еще одно средство политического просвещения массы, не только газету, но и под такой канал, канал Красного университета. То есть, используются современные возможности. Значит, удалось ли решить проблему соединения с рабочим движением? Эта проблема коренная. Я хочу сказать, что партия, которая, вот, у очень небольшой численности осталась после 93-го года, но партия по своему организационному строению, по своей программе, это была партия рабочего класса в становлении, эта партия сумела соединиться с рабочим движением, когда оно развернулось. А вы знаете, что в конце 90-х годов, в начале 2000-х, развернулась острейшая борьба за, с одной стороны, за упрощение трудовых прав работников, а с другой стороны, со стороны буржуазного государства, за сведение этих прав к минимуму, если ликвидации, то сведение этих прав к минимуму. И вот эта борьба, это очень тяжелая борьба, учитывая, что, конечно, господствующие позиции, командные высоты были в руках буржуазии, у буржуазного государства, но рабочий класс в смысле трудового законодательства было бы далеко отброшен назад, если бы не многочисленной, по численности, да, по числу членов, рабочая партия России не подготовила проект Трудового кодекса России. Я хочу повторить, что был он разработан двумя людьми. Константин Васильевич Федотовым, он был председателем Портового комитета Российского профсоюза докеров в Санкт-Петербурге, и Михаила Васильевича Попова, президента фонда рабочей академии, доктора философских наук и профессора. Это члены рабочей партии России, ходящие в ее руководящие органы. Вот они подготовили этот проект, который приобрел огромное политическое значение. Вот за этот именно проект, выделенный коммунистами, поскольку этот проект защищал трудовые права работников, он, вообще-то говоря, был сам по себе просто демократическим, да, с точки зрения, он, так сказать, трудовые права в буржуазном обществе. Что это такое? Это вот раздел буржуазной демократии. Там ничего коммунистического не было и не могло быть в Трудовом кодексе. Хотя мы понимаем, что буржуазная демократия помогает борьбе за коммунизм, за коммунистическую революцию. В этом смысле он был очень полезен в борьбе рабочего класса за его интересы, но непосредственно там никакого коммунизма не было. И вот этот проект, подготовленный коммунистами, был подхвачен профсоюзами, очень многими профсоюзами, активными профсоюзами, которые в значительной степени формировались, значит, как антикоммунистические, то есть тогда это называлось демократические, как вы помните, на рубеже 80-х, 90-х годов. Ну, скажем, профсоюз, который возглавлял соцпроф, например, он вроде как социалистический профсоюз, но на самом деле он научного коммунизма, какого не было и научного социализма. Там и другие были тоже, и шахтерские профсоюзы тоже были уже, отнюдь не коммунистические в момент своего возникновения. Вот, тем не менее, все, кто был близок к рабочим, и в этом смысле все организации, которые представляли собой организации для рабочего движения, или организации рабочего движения, не только, конечно, рабочего, а союзного движения, профсоюзного движения, они за этим проектом пошли, его подхватили и стали продвигать. И тем самым вот в этой части произошло соединение нашей партии с рабочим движением, с рабочим движением. И вы знаете, что этот проект дошел до Государственной Думы, и даже такая партия, которая сама по себе уже не была коммунистической, а мелко-бужуазной партией, коммунистическая партия Российской Федерации, значит, поддержала этот проект своими голосами. То есть, вот вам факт политической борьбы рабочей партии России. Значит, вот эта волна рабочего движения, как вы знаете, в значительной степени схлынула после начала 2000-х годов. Не потому, что был принят Трудовой кодекс, в силу ряда причин, в силу того, что буржуазное государство укрепилось, буржуазное государство ушло от лозунга «без партийности буржуазия». Буржуазия к этому времени создала свои партии, которые опирались на гигантские ресурсы, финансовые, медийные ресурсы, своего класса и своего государства. И эти партии, разумеется, стали бороться за влияние в профсоюзах. Ну и, располагая такими гигантскими средствами, утвердили решающее влияние на профсоюзы. И на ФНПР, Единая Россия, и на КТР, которая как раз выбрала в себя вот те так называемые демократические профсоюзы. Там не Единая Россия, а Справедливая Россия. Ну и вот в такой ситуации, значит, рабочее движение в значительной степени оказалось, ну, я бы сказал, свернутым. Потому что не в интересах буржуазии было способствовать развитию стачной борьбы рабочего класса. Вот тогда Рабочая партия России сделала акцент на развитие деятельности Российского комитета рабочих, постоянно действующего семинара Фонда рабочей академии, Федерации профсоюзов России. Потому что изначально Российский комитет рабочих как раз был органом, координировавшим действия активных действующих профсоюзов. Вот эта активность в значительной степени была снижена в результате, я уже говорил, того, что буржуазные партии установили свое влияние, по меньшей мере, на руководство, а значит и на в целом на профсоюзные объединения существовавшие. Но, тем не менее, жизнь профсоюзная продолжается. И те, кто хотел вести эту борьбу, получили возможность делиться своими достижениями, обсуждать пути решения имеющихся проблем на Российском комитете рабочих, который как раз действует, что называется, как часы, собирается два раза в год в Нижнем Новгороде уже на протяжении более четверти века. И вот когда профсоюзные объединения оказались захвачены на значительной степени, вот Российский комитет рабочих дает возможность всем, кто желает развернуть борьбу за свои интересы, в профсоюзах собраться и координировать свои действия. Пока здесь нельзя говорить о массовом движении, но, тем не менее, тем не менее, значит, мы такую площадку, такой орган функционирует, и мы, я имею в виду, рабочая партия России помогает ему и организационно, и материально, и идейно, и информационно действовать с тем, чтобы, вот, если нужен кому-то маяк, кто-то уже готов к тому, чтобы, сказать, держать курс на серьезную борьбу, вот, тот, та организация, те люди могли приехать и объединиться для этой деятельности. Разумеется, нам еще очень многое предстоит делать. Мы еще в плане тактики далеки от достижений большевиков, именно потому, что еще не развернута массовая стащитная борьба. Но она будет развернута, потому что рабочий класс России и все наемные работники убеждается на своем опыте, что без такой борьбы свои интересы самые жизненные, самые текущие, повседневные просто не обеспечить. Здесь уже, в отличие от начала XX века, включился механизм инфляции, который обесценивает все достижения, частные достижения, частичные достижения, и, так сказать, в перспективе побуждает работников к объединению в рамках национальных для борьбы за свои интересы, для прямого противостояния буржуазному государству сначала на экономической почве, на почве экономической борьбы, а затем и политической борьбы. Эта борьба развертывается, она еще, так сказать, далека от своего завершения, имеется у такого уровня, когда в повестку дня встает вопрос об утверждении диктатуры пролетариата, но поскольку мы идем по этому пути, то раньше или позже эта точка развития партии рабочего класса будет достигнута. Ну и противоречие, которое мы имеем, успешно разрешается именно потому, что мы, с одной стороны, боремся с нынешним экономизмом, да, вот мы знаем, что экономизм как раз и состоит в том, что многие профсоюзные объединения сейчас никаких политических требований в интересах рабочего класса не выдвигают, ограничиваются только борьбой за экономические интересы. С другой стороны, мы знаем, что те якобы левые партии, которые хотят бороться за политическую власть рабочего класса, так они декларируют, игнорируют стачную борьбу за жизнь и интерес рабочего класса на том основании, что это отход от политической борьбы, оказывается в ситуации какой? Что они либо явно, либо неявно входят в политические блоки с откровенными буржуазными партиями, либо прямо входят в состав этих партий для избрания существующей огранно-буржуазной власти, тем самым, по сути, придают интересы рабочего класса, называя это политической борьбой за интересы рабочего класса. Значит, разумеется, рабочая партия России такой политической борьбы не приемлет, потому что это есть на самом деле разновидность политической борьбы буржуазии против интересов рабочего класса, против рабочего класса. И вот разрешать противоречия, которые достаточно острые, как внутри партийной борьбы, так и вне партийной борьбы, нам удается, благодаря тому, что в партии сознательно, целенаправленно поставлена работа по освоению гегерской диалектики. Вот мы помним, что Ленин ставил задачу освоения своей гегерской диалектики, потому что без этого материализм был бы не воинствующим, не сражающимся, а сражаемым. Между прочим, коммунисты – это и есть материалисты. И если они не осваивали Ленинскую эту идею и не осваивали гегерскую диалектику, то они оказались сраженными. Вот мы извлекли этот урок, и занятие по освоению новой логики Гегеля является одним из стержневых в рамках Красного университета и в рамках нашей идеологической работы нашей партии. Значит, ну и мы знаем, что, значит, вот почему партия большевиков достигла таких успехов. Нельзя, наверное, преуменьшить роль человека, который вот в совершенстве освоил диалектику и сумел применить его в практике политической борьбы, Владимир Ильича Ленина. Вот в тех партиях, где таких вождей не было, достижения в этом смысле значительно скромнее. Скромнее. Вот я думаю, что надо отметить, что, как исторический факт, что в рабочей партии России есть человек, который наш современник, который вполне обладел диалектикой Гегеля, да, и вполне обладел применением этой диалектики для целей борьбы рабочего класса, это Михаил Васильевич Попов. И в этом смысле наша партия тоже, ну, продолжатель партии Ленинской. Да, у нас есть острая внутрепартийная борьба, да, мы наблюдаем, и странно было бы не наблюдать, если мы только-только вышли из периода контрреволюции со всем этим наследством, что друзья рабочего класса на час к нам заходят и выходят, то одна группа выйдет, то другая, и выходят они не без скандала, потому что все им как-то не нравится, даже в нашей партии, в небольшой партии, что рабочим принадлежат ключевые функции, что рабочие должны осуществлять руководство, что большинство рабочих на момент голосования это уставные требования. Уже сколько людей пытались это отменить, сначала они сначала записывали себя в рабочих, потом не получалось, они, значит, начинают выступать за пересмотр устава, ну, с ними расстаемся и дальше будем расставаться, и в этом смысле есть гарантия того, что в нашей партии рабочим будет принадлежать, принадлежит уже и будет принадлежать руководящая роль. И что такая партия вырастет, так сказать, в партию, которая будет способна повести за собой миллионы людей, ну и тогда можно будет говорить об условиях для возрождения советской власти, для победы коммунистической революции во второй раз в истории России. Ну и я думаю, что вторая победа коммунистической революции, поскольку она будет опосредственно победой над контрреволюцией, будет более прочной и тем самым обеспечит более устойчивую позицию рабочего класса в деле перерастания, борьбы за перерастание низшей фазы коммунизма, то есть социализма, в полный коммунизм. Спасибо, товарищи, за внимание. Вопрос от Александра. Хотелось бы знать, что из себя представляет РКРП-БКПСС, насколько они отвечают целям рабочего движения? Ну вы знаете, я думаю, что РКРП-БКПСС – это одно из ответвлений Российской коммунистической рабочей партии, да, ну и раз это ответвление от Российской коммунистической рабочей партии, то очевидно, есть какая-то общность, ну кое-что, наверное, из программы, да, есть. А с другой стороны, поскольку это, так сказать, вхождение означает вхождение в КПСС, а КПСС у нас, так сказать, на своей завершающей стадии, как мы знаем, уже была партия не коммунистическая, да, партия, которая победила ревизионизм, то это вообще уже характеристика нет. Это и главное, говорит в пользу того, что РКРП-БКПСС – это, ну, коммунистическая составляющая, да, какая-то КПСС, и что это основа для возрождения партии рабочего класса. Поэтому я еще сперю, что тот, кто хочет строить рабочую партию, тот должен размежеваться полностью с антикоммунистической линией, которая как раз и была приставлена в поздних ПСС. И поэтому даже вот сам факт того, что партия берет на себя это название, говорит о том, что это размежеваемые, организационные, не является целью этой партии. И поэтому, к сожалению, я думаю, что как бы товарищи не были настроены, чем бы они не уководствовались, это путь в предположенном управлении от создания рабочей партии, партии рабочего класса. Вопрос от Сергея. Какое значение имеет современный показатель ВВП страны? Вы знаете, все имеет значение. Значит, любой показатель – это зеркало. Любой показатель. Он отражает определенным образом объект, который находится перед этим зеркалом. Вот головой внутренний продукт тоже такой показатель. Это тоже определенный зеркало. Другое дело, что это зеркало в значительной степени кривое. Почему? Потому что, согласно марксистско-ленинской трактовке, продукт общественный – это результат сферы материального производства. А далее, что происходит с этим продуктом? Этот продукт распределяется частично вне производственной сферы для создания инфраструктуры, того, что называемой инфраструктурой. Значит, строительство больниц, школ, учреждений научных, образований и так далее, и так далее, и так далее. И в этих учреждениях тоже на продукт, созданный в сфере материального производства, на этот продукт живут те, кто работает в этих учреждениях, те, кто работает в непроизводственной сфере. Это нормальная ситуация. В условиях, когда общественное развитие труда старое не преодолено. А вот воловой внутренний продукт, он таким образом трактует эту ситуацию, что не идет речь о распределении и перераспределении созданного в производстве продукта между всеми членами общества. То есть, когда мы перераспределяем созданное, от этого созданное не увеличивается. А вот ВВП, в чем кривитная операция, он картину рисует другим образом. Что, дескать, раз мы перераспределили кому-нибудь, кто-то получил доход, учите. Он и доход получил за счет того, что часть продукта ушла из сферы производства, в сферу образования. А у них это не вычислено из продукта, не перераспределение, а плюсом. И чем больше вот этих звеньев перераспределения, тем как бы больше выглядят созданные продукты. Конечно, это кривизна. Конечно, это искажение в ситуации. Тем не менее, даже в любом зеркале, даже в ВВП, что-то отражается. Особенно, если мы начинаем брать составляющие продукты. Доля, скажем, берем производство. Это можно взять. Ну, это уже близко к тому, что, собственно, производится на самом деле. Ну, а вторая составляющая – это будет характеристика перераспределения и распределения сознания. Поэтому я понимаю вопрос задающего, что есть некоторые сомнения по поводу адекватности показателей. Да, сомнения есть. Но сейчас он широко используется. Еще раз говорю, что даже кривое зеркало дает некоторое отражение. То есть, так же и ВВП отражает в определенной степени результаты экономического развития. Вопрос от Марата. Какова сейчас роль партийной газеты? Роль партийной газеты, как всегда, в партии, да, очень велика. Значит, вот представьте себе, что нет партийной газеты. И что тогда будет партия? Я даже не знаю, но это будет, так сказать, и даже нельзя сказать союзом. Это будет группа единомышленников, да, которые декларируют это единомыслие, но которые связаться-то не могут толком и выразить это не могут толком. И главное, что это, так сказать, единомышленники будут оставаться единомышленниками в четырех стенах. Потому что газеты, ведь это не просто информация. Газета – это средство политического предвещения. С одной стороны, а с другой стороны, она становится такой, когда, когда достигает адресата. Адресат у партийной печати, когда мы говорим о печати партии рабочего класса, это рабочий класс. И вы знаете, сейчас уже вообще киосков нет. Это раньше рабочие, наряду с другими, могли покупать газеты и покупали в большом количестве. Или выписывали на дом, и тогда тоже было понятно. Сейчас нет ни того, ни другого, как вы знаете. Никто уже ничего не выписывает и продается в важной варианте очень мало. Так как же рабочий класс и рабочие могут получить эту газету? Год из рук членов партии, рабочих и нерабочих, которые примечательно заставляют к заводским проходным. И, значит, тем самым очень четко определяется у его адресата. Вот эта работа абсолютно незаменима. Ведь понятно, что мы, газета, которая идет к заводским проходным, должна рассказывать мне о футбольных матчах. Да это вот те, кто издают такие газеты, рекламные и так далее, они совсем не заинтересованы в том, чтобы вот прямо к заводским нести проходным. Они ко всем обращаются. Значит, рабочих совершенно не выделяют. А тут вот, значит, и содержание такое же. Поэтому, конечно, роль газеты, я бы сказал, стержневая. Газета по-прежнему коллективный организатор. Еще раз скажу, даже интернет, казалось бы, очень широко охватывает людей, значительно шире, чем газеты. Миллионы, да. Но на самом деле, скажем, мы знаем, что самые распространенные каналы, да, и самые, значит, востребованные, в массовом порядке востребованные программы вовсе не принадлежат партии рабочего класса. Это совершенно неудивительно. В условиях господства уже разные идеологии. Будут смотреть всякие пустяки, будут смотреть на хулиганство, и будет 9 миллионов подписчиков. А в интернете у средств массовой информации рабочего класса будет значительно меньше подписчиков. Это опять проблема того, что вот это безбрежное море всех растворяет. Поэтому какие-то незаменимые в смысле адресности. Вот если мы хотим что-то сказать рабочим, то самое верное средство не внести. То, что партии хотим сказать и к чему-то призвать, это издать газету и принести ее к проходной. Вот это самое лучшее средство связи с рабочим классом. Поэтому газета, я еще раз говорю, совершенно незаменима. И задача той партии, которая хочет стать партией рабочего класса, значит, в смысле отношении к газете. Увеличивать тираж, увеличивать регулярность выхода, да, и привлекать еще большую деятельность на мнению газеты. Ну и, соответственно, получая отлики, значит, работать над содержанием, чтобы оно было более, так сказать, ясным, более точным, более отражающим интересы рабочего класса. Это работа очень благодарная. Это работа. На перспективу, всякий, кто хочет помочь рабочему классу, можно и поучаствовать. Вопрос от Марата. Чем можно помочь, в том числе материально, газете «Народная правда»? Ну, вот это продолжение того, о чем я говорил. Материально помочь очень хорошо. И я вам должен сказать, что газета «Народная правда» вот издается именно там благодаря тому, и в значительной степени благодаря тому, что ей материально помогают ее читатели. Да, ее читатели, которые вот перечисляют средства на издание газеты, на работу Фонда Рабочей Академии. Да, Фонд Рабочей Академии тоже активно отражает, так сказать, свою работу и в газете, и готовят публикации для этой газеты. Ну, конечно же, прежде всего, речь идет о материальной поддержке. Ну, это первое. Второе. Но вот как не уничтожали производство в России? Закрыли десятки тысяч предприятий. Но десятки тысяч предприятий в России действуют. Я имею в виду производственные предприятия. И рук, конечно, для раздачи газет пока еще не хватает. Вот мы провели этот анализ и знаем, что газета «Народная правда», например, доходит пока в лучшем случае до 5% рабочих, фабрично-заводских рабочих в нашей России. А где встали 95? А им что, не надо узнавать, как творятся рабочие? Значит, им не надо узнавать истину о предстоящем. Конечно, им надо. Вот если бы кто-то взялся за эту работу, то, сказать, милости просим. Потому что вот среди распространителей газеты «Народная правда» в числе распространителей входят не только члены партии, члены рабочей партии России. Да? Но и я думаю, что 50% распространителей это сочувствующие. Люди, которые не в партии, но понимают значимость этой работы и в ней участвуют. И без такого сочувствия масштаб работы был бы значительно ниже. Я думаю, что вот отряд сочувствующих, если бы увеличился в 10 раз, было бы замечательно. Ну, разумеется, эти люди бы поняли, что вот в куличе работа, что это работа стоящая, что эта работа не зряшная, что она имеет определенную логическую направленность. Ну, это, сказать, кто-то из них бы стал бы сознательным партийцем. Это тоже очень хорошо. Это могло бы помочь росту партии, а значит, и вообще вот той борьбе, о которой я говорил. Поэтому помогать газете можно во многих очень формах. Ну, и, наконец, последний, может быть, не самый массовый. Но газета, как вы знаете, она, значит, требует технической работы. И специалисты в области дизайна, макетирования и так далее, если они найдутся. Но, поверьте, они очень-очень пригодятся вот и для выполнения такой работы. Да, газету всегда можно сделать более качественной по оформлению, более красной и так далее, и так далее. Но это работа бесконечная. И мы просим тех, кто технически, в смысле, оснащены, и те, кто является представителем этой работы. Так что ждем помощи. И не просто мы, я знаю, я говорю об этом не только главной редакции, не только мы бросаем эту пустоту. Мы уже имеем помощь со стороны десятков сочувствующих. Очень хорошо, если будет, потом это ищем. Вопрос от Жигурды. Было ли главенство решений Советов над решениями партии в Советском Союзе? Как обеспечить такое первенство? Ну, надо понять, что такое партия и что такое Совет. Совет – это орган государственной власти. Но, значит, власть рабочего класса невозможна без того, чтобы руководство политической жизни не осуществляло партию рабочего класса. Вот уберите партию от Совета, и очень быстро эта власть перестанет быть властью рабочего класса. Вы помните, что в период гражданской войны, когда люди убедились, я имею в виду люди из лагеря контрреволюции, что большевики – очень серьезные угрозы, и что Советы, когда, значит, в них решающие роли саняли большевики, являются мощным орудиями департамента, такой лозунг выставили. Они выставили лозунг за Советы, но без коммунистов. Ну, что такое Советы без коммунистов? Ну, это переходная форма буржуазной диктатуре, когда, значит, я думаю, что пришло бы дело к тому, что сказали, ну, зачем выбирать через трудовые коллективы, через производственные коллективы? Давайте, как в парламентской, так сказать, стране, давайте. Такое же было. Такое настроение было. Вот, революция, был такой Богданов, который в свое время, у нас число Большой Европы, который говорил прямо, говорит Советы, беспорядочный такой орган власти, то ли дело парламент, вот это вот хорошее дело. Это же в стране было. Поэтому давайте вот, не представляя так делать таким образом, что Советы могут быть устойчивыми формой организационной диктатуры, без того, чтобы руководящую роль в этих Советах играли коммунисты, не рабочие партии России. Поэтому вот такой отрыв, это вот повторение, лозунг этого кроштанского митерина Совета без коммунистов. Теперь, а почему надо, значит, я вам хочу сказать, что вот странно, к вопросу, что Советы принимают решение, так сказать, когда будут принимать решение обязательно для коммунистов. Советы, как органы государственной власти, принимали решение обязательно для включенных в план, простите, для всех граждан, государств, в том числе для коммунистов. Ну, кто так себе представляет? Советы приняли решение, утвердили план вселетний, да? И они утвердили для всех, кроме так, для коммунистов, которые, да, составили большинство среди депутатов Советов или, по крайней мере, значит, брали решающие. Так это, значит, обязали государственным авторитетам и коммунистов теперь бороться за этот план. Поэтому это тоже странный вопрос, что, дескать, верховенство решений Советов по отношению к партии. Всегда решение государства будет обязательно для всех граждан, в том числе и коммунистов. Другое дело, что они, прежде чем стать решениями государственными, они должны пройти проверку на соответствии коренным интересам рабочего класса. Без того, чтобы партия не выдала такой проект, да? Не проверила его, не обсудила на своем партийном съезде. Вот такое решение, гарантия такую, что принято решение Советов будет соответствовать интересам рабочего класса. Гарантии такой не будет. Поэтому вот им устраивается такая работа, что партия, значит, в Советах и не в Советах готовит проекты решений, обдумывает, решает для себя, надо, какое надо решение поддержать, за какое решение надо выступить, какое решение надо провести в Совете. То есть не могло же быть так, что партия проголосовала и все автоматически. Нет, надо было, значит, провести Совет, а в Совете не только партийные люди. Значит, надо было победить и их в этот день. То есть такая партийная работа, это еще не государственная работа, да? Или не метод государственного принадлежа. Обязательно была, должна быть. Ну, другое дело, что в поздние времена, когда, дескать, уже сложилось такое представление, а что с этими рабочими советоваться? То есть это вот линия такая ревизионистская, что это все темные массы. Да мы им бросим, значит, не хорошо. Вот они просто руки поднимут, и достаточно. Но это извращение действительно отношения партии и Советов. Нет, в Советах партия должна вести очень большую разъединительную работу. А чтобы по-настоящему дать возможность с товарищем беспартийным поучаствовать в этой работе, нужно, конечно, сессии проводить не в два дня. Приехали в Москву, да, потом похлопали, голосовали и разъехались. А надо проводить в 3-4 недели, месяц, да, по два раза, не в году такую. То есть по-настоящему надо привлекать депутатов к этой работе. Ведь так на заре Советской ластии было. А пришло к тому, что хотели сессии проводить Верховного Совета не Съезда Советов, а Верховного Совета, ну, буквально в 1-2 дня. Вот это действительно уже просто издевка над действительным соотношением между партиями и Советами. Ну, правда, тогда я должен сказать, что когда к этому свелась политическая практика КПСС, Советов в настоящем смысле и не было. Это были уже парламентские, значит, это был парламент, который формировался так. Вы же знаете, как формировался, что сначала мы определяем, какие кандидаты придут к нам, они к нам пришли, и я не буду в партии. По территориальному коему это провели, отзыва никакого нет, ну, и вот такое между собой устраивание. То есть, конечно, это означало, что связь с рабочим классом нарушена, и что где-то идет к краху. И к краху и пришло. Ну, вот, я надеюсь, что я объяснил, как строится отношение партии и Советов, да, как строится отношение авангарда политического рабочего класса и государственной организации рабочего класса. То есть, это единая система, в которой, конечно, партия выполняет роль руководителя, идейного, организационного, но руководит не административно-государственным способом, партия как не может руководить, а через убеждение, и потом это становится уже государственным закрепленным решением. Вопрос от Евгения Шувалова. Не могли бы Вы прокомментировать позицию Олега Камолова, что в нашей стране количество рабочих сокращается? Да, это позиции, это позиции, в общем, известные, и Камолов это открыл, но есть вот, например, статистики, которые обнародовал один из вузов, где говорится о том, что с 2000 года численность рабочих в России скатилась на 38%. Я думаю, что что тут применять? Надо, во-первых, уточнить, есть такой факт или нет. Я считаю, что такой факт есть. Вот это, потому что единственный Камолов сказал, это по многим источникам, я и сам смотрю, статистику, и статистика это в общем не скрывает. Факт сокращения численности рабочих. Ну, объяснение там очень простое. С одной стороны, значит, вынуждали производство, да, долго и упорно, да, в 90-е годы, потом пытались вот что-то возродить, значит, пока не сильно развернулось, значит, требовало, конечно, рабочих. Значит, с другой стороны, рабочий класс оказался в самом тяжелом положении и в материальном смысле, в смысле заработка и в смысле условий труда. И поэтому, разумеется, нарушилось воспроизводство рабочего класса. Молодежь готова была куда угодно пойти, бандиты, на рынке там грузчиками, стоять за прилавками, в охране, куда угодно, только не в завод. Потому что завод – это очень тяжело. Кому это непонятно? Особенно тяжело. И ничем, в общем, эта тяжесть не компенсировалась. Значит, были целые публики мотивы для того, чтобы вот не идти в рабочий класс. Мы это пожидаем сейчас, да. Сейчас вот что, что вдруг заговорили о дефиците, значит, рабочих. Прежде всего, о рабочих заговорили. А что, это было непонятно? 20 лет назад, что эта линия, линия сокращения рабочего класса обязательно придет к дефициту. Если мы начнем, конечно, заниматься возрождением производства, а не поставить задачу полного уничтожения. Вот к этому пришли. Ну, значит, пытаясь найти простой путь, решение, давайте вместо 10-20 миллионов трудовых мигрантов привезем. Дескать, там рождаемая большая, куда они везутся? Буржуазей ищет вот такой путь. С одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что если вы хотите действительно обеспечить производство, современное производство кадрами работы, то такая трудовая миграция не путь решения. Надо тогда либо в тех республиках наладить систему среднего образования, потом профессионального образования, либо уже взрослые люди здесь по-настоящему образовываются. Так что проблема очень-очень трудная. Но я что могу сказать, что сокращение рабочего класса означает, что рабочего класса в экономике снижается. Наоборот, вот она негативным образом себя определяет. Вот те, кто на финал ногой рабочие классы говорили, да это работяги, растяки, пьяницы, вдруг взвыли, что не хватает рабочих. Ребята, вы живите хорошо, что эти вот такие растяки? Чего бы они отдались-то? Мы давно кричали, что рабочие. И вдруг они взвыли. То есть оказалось, что когда действительно стала ощущаться нехватка, вот они уже, значит, оценили это дело. И мы теперь как бы прерывали, что зарплата повышается, вот какая беда. Повышается зарплата. Они все хотели бы вот все на низкой зарплате держать. Это надо работать. Вот нам рассказывали, что в Соединенных Штатах Америки, ну почему так спектр назывался капитализмом? Потому что была дорогая рабочая сила. Дорогая рабочая сила. Да? А почему Швеция был такой социалист, в Свеции появился? А потому что там была до начала, в начале 20 века страшная миграция. И тоже рабочая сила была в дефиците и дорогая рабочая сила. И в институте, между прочим, я должен сказать, что в Швеции производительность труда в обрабатывающих производствах выше, чем во мне. Ну давайте и радоваться, ну вот станет дорогая рабочая сила. Ну так занимайтесь механизацией, автоматизацией. Что вы так переживаете насчет количества работников? Это вот уже просто экономический факт. Вы все время численности берете. Вы наладите производство, наладите технический прогресс, наладите экономику труда. Ну и тогда не будет никакого дефицита рабочей силы. А то у нас опять что? Вот рабочих избыток, кто не хватает. Да это просто прикрытие того, что наши автористы занимаются развитием производства технологических стран. Ну это вот к вопросу, здесь мы можем много еще всяких интересных аспектов того, что сокращается численность рабочего класса. Но я завершу одним. Сокращение численности рабочего класса фабрично-заводского, скажем, до 5 миллионов, в общем не означает, что роль рабочего класса исчерпана. Вы знаете, что в России было, в царской России, при 150 миллионах населения фабрично-заводского рабочего класса было больше 3 миллионов. Это хватило, чтобы сделать основную революцию и обеспечить социалистическое строительство. Поэтому не надо, так сказать, нас упугать. Вот если это есть такое подтепление, то, дескать, теперь рабочий класс с этим не справится. 5 миллионов – это басташная лечена, чтобы при активности, при активной работе партии рабочего класса осуществить коммунистическую революцию. Ну и тем самым дальше остановить этот, в общем-то, губительный процесс нарушения производства и сокращения счастлива рабочего класса. А перескать тому, о чем говорил я, что надо сделать, чтобы вы все были новыми рабочими, значит, и все станут работать. Об этом, конечно, надо подумать. Александр Владимирович, здравствуйте. Марат Ибрагимов. У нас есть понятие стоимость рабочей силы. Если вдруг приблизится или сравняется цена рабочей силы, ну, в скобочках зарплата, со стоимостью, останется ли у капиталиста возможность присваивать прибавочный труд, прибавочное время? Будет ли оно вообще у капиталиста возможность зарабатывать на труде? Понятно. Очень хороший вопрос. Значит, ну вот, если брать теоретически постановку вопроса, ну, в первом томе капитали Маркса, вот он там будет понять и стоимость рабочей силы. И раз вы об этом спрашиваете, вы с этой работой знакомы, и это очень хорошо. Значит, и вот из чего исходит Маркс. Маркс исходит из того, что товар рабочей силы продается по ее стоимости. Вот его исходная посылка. А дальше он показывает, как при продаже товара рабочей силы по стоимости, тем не менее, капиталисты обеспечивают себе прибавочную стоимость. То есть я хочу сказать, что принципиально попонять ее. Производство прибавочной стоимости вполне согласуется с продажей, точнее говоря, с покупкой со стороны капиталиста рабочей силы по стоимости этого специфического товара. Специфического товара. Так что в этом нет ничего, так сказать, такого противоестественного. Это является проблемой, которая требует какого-то специального специфического объяснения. Другое дело, что в своей практике капиталисты идут, недовольствуются эквивалентным обменом, что мы платим за стоимость рабочую силу столько, сколько на стоимость. А они стараются увеличить свою прибыль за счет занижения цены рабочей силы ниже стоимости. И мы с этим фактом в России очень хорошо столкнулись. Ну, что, дескать, если рабочие… Мы же торгуемся, да? Ну, рабочие, так сказать, сами дают снизить цену своего товара. Ну, и мы с удовольствием берем этот факт. Это стало фактом вовлечения прибыли. Безусловно. Безусловно. Но из этого вовсе не втекает, что если мы поднимем цену рабочей силы по ее стоимости, денежному выражению, что прибавка в стоимость исчезнет. Нет. Маркс как раз об этом тоже пишет, что в этом случае усиливаются, значит, какие мотивы, какие факторы развития производства, да, факторы используют тех, для чего? Для того, чтобы выталкивать рабочую силу из производства, для того, чтобы увеличивать количество безработных, чтобы безработица давила на действующую армию труда и занималась ценой очень силой. То есть сама природа капиталистического способа производства, Маск об этом говорит, обеспечивает такую причину, так сказать, цены труда, которая согласуется с производством прибавочной истории. Поэтому не стоит переживать на этот счет. Можно привести уже, если брать статистику, что в целом, в ряде случаев это возможно. Ну, о своем ряде Олег Анатольевич Мазур, очень известный экономист наш российский, понимаясь как раз в положении рабочего класса, привел простой факт, что экономистский азот, значит, выплатил в качестве фонда заработной платы за год миллиард рублей, а в качестве дивидендов 24 миллиарда рублей. А если бы мы, значит, от этих 24, 5 миллиардов, значит, фонд рабочий, фонд заработной платы, это обеспечило бы соответствие цены рабочей силы, ее стоимости, их что? Ну, вот как вы считаете, 19 миллиардов – это мало для развития производства, да, для фонда потребления капиталиста. Вот, кстати говоря, значит, по-моему, Мардашов, тоже собственник этого дела, если не ошибаюсь, но вот он как раз занимается строительством ягод для себя больших, хватает миллиардов. То есть, на самом деле, вот эта борьба, ведь она тоже, я понимаю, что вы можете, что можно испугаться, что если мы едновременно вдруг повысим зарплаты всем, то тут все рухнет. Вот, к сожалению, такой едновременности не получается. Получается только тогда, когда борьба происходит. А когда борьба происходит, тогда вот не все еще борются, да, а когда такая борьба происходит, тогда вот капиталисты начинают заниматься чем? Организацией производства, развитием производства, внедрением новой технологии, так называемых трудосберегающих, на самом деле, зарплата сберегающих технологий. Вот такой антагонистический прогресс. Но я хочу сказать, что нам бы, конечно, на этот счет вообще не стоит переживать, потому что наше производство, если брать даже капиталистическое производство, страдало не того, что у нас рабочая сила слишком дорогая, а того, что она слишком дешевая. И отсутствовали стимулы для внедрения новой техники, и в результате мы теряли, теряли конкурентоспособность, теряем на дальше и дальше. Поэтому уже пора позаботиться о том, что рабочая сила была достаточно дорогая, и чтобы появились, наконец, стимулы к развитию производства. Ну и вот сейчас, даже без борьбы, вы знаете, сложилась такая ситуация после пандемии, после этих всех событий, что я уже говорил о том, что есть дефицит рабочей силы, который толкает заработную плату вверх. И единственное, что я боюсь, что это будет очень неустойчиво, если как только ситуация стабилизируется, вот капиталисты, пользуясь своим положением господствующим, да, толкнул заработную плату вниз, тем более, что это легко делается. Вот она заработная плата денежная пошла вверх, ну так сразу, пожалуйста, вам, вот вам включили механизм инфляции, да. Уже ключевая ставка банка повышена. Что это означает? Что во всех отношениях будет, произойдет повышение цен. И поэтому, к сожалению, автоматически обеспечить повышение заработной платы, реального содержания заработной платы, достойность рабочей силы, ну никак не получится. При каком угодно дефиците рабочей силы. Для этого требуется борьба рабочего класса. И поэтому, завершая ответ на ваш вопрос, я скажу, что, дорогие товарищи рабочие, не бойтесь, что повышение заработной платы нанесет ущерб производству. Наоборот, ущерб нашему российскому производству приносит только очень низкие заработные платы. И пора позаботиться о российском производстве таким образом, чтобы позаботиться о себе. И тогда вы, вы же главная составляющая этого российского производства, тогда и производство выиграет. Стоит ли читать Ильенкова для изучения диалектики? Одни говорят, что стоит, другие не стоят. Так как он оппортунист и ничего из его трудов толкового не почерпнуть. Ну, вы знаете, я думаю, что следует придерживаться принципа, который сформулировал Михаил Васильевич Попов, что мало очень времени для чтения гениальных книг. И для этого, и поэтому не надо читать даже и хорошие книги. Да, вот я думаю, что если человек заинтересовался Ильенковым, то это, я не думаю, что здесь что-то такого, и вот прямо в философии на тебя оппортунизм, что-то такое страшное. В самом себе факте, так сказать, чита, изучение его, чтение его. Дело в том, что дело в другом, что он не читает тогда Гигеля. И вот все-таки надо читать то, что является вершиной. Тем более, если человек не является по своей профессии, скажем, историком философии. Ну, историк должен знать, конечно, все составляющие, да, как эту общую картину, кто что сказал. Это, что называется, профессиональная обязанность. Если он не профессионал в этой области, не является профессиональным историком философии, а хочет освоить диалектику, то надо прямо тогда идти к науке логики Гигеля. Безусловно. И в этом смысле не терять времени. И я думаю, что здесь можно всю жизнь положить. Я в свое время специальную подборочку делал из переписки Маркса и Энгельса, что сказали, и не только из переписки, что они говорили по поводу изучения науки логики Гигеля. Это очень известное положение. И Ленинов тоже вспоминаем в связи с этим, который сказал, что нельзя вполне понять капитал Маркса, особенно первой главы, не простудив, изучив основательно всей логики Гигеля. Да, так вот, значит, 18-летний Энгельс пишет Марксу, я пошел за стаканом пуша считать Гигеля. Это вот точка отсчета. А Энгельс вообще-то был крупного количества. Ну и Маркс ему приблизительно в таком же духе отвечал. И потом уже, когда Энгельсу было засеемство, он опять пишет о том, что он читает Гигеля. Вот люди такого калибра, не считали траты времени, а наоборот, находили время, несмотря на свою занятость, для того, чтобы читать Гигеля на протяжении всей своей жизни. Я думаю, что они от этого выиграли в научном плане, от этого выиграл в конечном счете рабочий класс. Поэтому я бы тоже призвал читать Гигеля, точно так же, как в свое время. Вот я учился в Ленинградском университете на экономическом факультете. Читайте Розенберга, комментарии Капитала Маркса. И когда читаешь, да, там что-то такое яркое и хлесткое, и вроде как само по себе интересное. Но читаешь Розенберга и не читаешь Капитал. Нет, вот давайте лучше читать Капитал Маркса, а не комментарии Розенберга. И в этом смысле лучше идти к первоисточнику. Гегель в этом смысле первый источник. Все остальное, или некоторый освет, или некоторый комментарий. То есть, если вы не профессионально занимаетесь философией, вам нет нужды в этом. Тогда занимайтесь все-таки Гегель. Спасибо. Какие экономические учения противопоставляют современные буржуа теории марксистской? Я хочу сказать, что в таком методологическом плане противопоставление осуществляется следующим образом. И даже это не то, что противопоставление. Вот буржуазные идеологи, они придерживаются такой концепции, что здравствует плюрализм течений. И вы знаете, вот вы говорите, противопоставляются марксизму. Ну, там другая, более такая тонкая тактика. Вот, скажем, Маркса включает в число белих ученых. Это обязательно. Вот когда читаешь работы буржуазных историков, да, и не только историков экономической теории, а всегда идет перечисление. Вот отец-родначальник, значит, экономической теории, там Адам Смит, значит, классик Маркс, так далее, так далее. И что называется, вот есть шот-лист, и шот-эт-лист – это короткий лист самых видных экономистов. Маркса буржуазные экономисты обязательно включают. Обязательно включают. Но дальше-то что следует, что Маркс хороший, да, ну, во-первых, он устарел, так он же в 19 веке, а во-вторых, у него всякие такие нелепости, и не только у Маркса. Вот как только дело идет о выражении интересов рабочего класса прямому, непосредственно, сразу начинается критика. Вот скажем, есть Адам Смит, это предшественник Маркса Великий. И вот Адам Смит – это икона, икона, он отец-родначальник, значит, экономической теории современной буржуазной. Так его сейчас оценивают буржуазные идеологи. Но когда касается вопроса того, что Маркс различал труд производительный, то есть рабочих, и труд непроизводительный, то есть труд тех, кто живет насчет продукта, созданного рабочими, и времени, высаданного из производства, времени рабочих, тоже, значит, встречается такая оценка, я просто поразился резкости, что это пагубная идея Смита. Представляете, это про иконы не так говорят. Что же говорить про Маркса, когда он говорит о том, что бьет час капиталистической собственности, да, экспроприрует. Вот эти пункты, конечно, буржуазные идеологи никогда не пропускают. Они сразу записывают это или в утопию, или там что-то такое. Ну, точно так же, скажем, как Кейнс. Кейнс – это, можно сказать, икона тоже. Но когда Кейнс писал, что в 30-м году, в 2030-м году, рабочая смена будет 3 часа, но только что не увюкали. Ну и тоже, сказать, самое мягкое, что говорили, это, дескать, провокационная идея, такая, чтобы провоцировать интеллектуальную дискуссию. А на самом деле, ведь его клеймили как утопистом и так далее, и так далее. То есть, тактика состоит в том, что Маркса поставить в ряд, и марксизм. Ну и по каким-то аспектам вести с ним дискуссию, а какие-то аспекты признавать и говорить, что да, это ценные мысли. Вот мысли о том, что кризисы связаны с научно-техническим прогрессом, ой, это замечает. Но Маркс включил динамику. Поэтому не надо рисовать себе картину такую, что Маркс однозначно, значит, черной краской. Нет-нет, там все тоньше. Там разделение идет на Маркса, такого вот ученого, и Маркса, революционера, утописта и так далее, и так далее. Вот как борются. Мы с вами понимаем, что идея, все это базируется на идее пульверализма, то есть на том, чтобы поставить научную истину в один ряд с заблуждением. Хотя в заблуждении что-то может быть, и сказать, тоже вот святыстина какую-то и присутствует. Вот так борются с марксизмом. Поэтому нет смысла перечислять, что противоставляется Марксу. Лучше понять, как осуществляется это представление. Вот оно осуществляется таким образом, о котором я сказал. Вопрос от Николая. Ваши предположения, как долго еще рабочий класс России будет находиться в спячке? Ну как вам сказать? Вот это поворот в настроениях, в ситуации предсказать сложно. Потому что это зависит от очень многих факторов. Но если говорить об экономической составляющей, то в общем-то оно, вот почему в 90-е годы, вот была, если говорить о спячке такой, да, то есть была старшная борьба, но такого бороительного плана наступательной не было. Вот шло разрушение производства, да. Оно ведь и в полном мире сейчас не завершилось, но уже все-таки линия меняется. Вот курс на разрушение, я бы сказал, потихонечку, к сожалению, потихонечку меняется, появляется, значит, программа государственная или много разговоров, появляются некоторые, больше, конечно, разговоров о этих программах, появляются такие вещи, как фонд инвестирования промышленных проектов под низкую ставку процента, но фонд очень, к сожалению, с малыми средствами, да, но тем не менее. Значит, появляется программа повышения производительности труда, где хоть люди занялись производительностью, да, есть семинары, тренинги, так сказать, помощь практической процентным, вот это такой курс, я бы не хотел, чтобы его не замечали. Поэтому экономическое в этом смысле оживление будет, и оно будет способствовать тому, что в рабочие пойдут новые молодые люди, да, которых жизненная перспектива связана будет с промышленностью. Кстати говоря, заметьте, уже решение на счет принято в значительной степени. Значит, государство 30 миллиардов на что выделяет? На колледжи. И хотя и называют техникум среднее специальное образование, но на самом деле по существу это значительность 30 миллиардов даже дает это дело еще сами предприниматели, то есть начиняют готовить молодых рабочих в достаточно массовых масштабах, по крайней мере по сравнению с тем, что было на протяжении 20 лет предыдущих. Значит, будут люди, которые уже освободились от советских предрассудков. А какого рода предрассудки? Ну вот в 90-е годы люди говорили, как бастовать и так далее. Это же мое предприятие. Ну как же так? Я советский, как я буду останавливать производство? Это же я нанесу ущерб своему заводу. Вот так люди рассуждали еще, так сказать, по советской мерке. Сейчас уже люди об этом свободны, в этом смысле они чувствуют деление на тех, кто... Уж директор это никак не твой директор, они и позаботились, это не директора нового поколения, чтобы противопоставить себя рабочему классу. И в этом смысле маски спадают. Поэтому оживление рабочего движения обязательно будет. Когда будет, я не отвечу, но задача партии рабочего класса – разъяснять интересы рабочего класса, разъяснять методы борьбы рабочего класса, поддерживать старшую борьбу методически, организационно, политически, идейно, как хотите. И это, безусловно, такая работа. Ускорит этот подъем старшного движения. Вот. Что от себя зависит. А что зависит не от себя, ну, значит, обстоятельства сложатся и будет это, этот подъем будет. А то, что он будет, это безусловно. Еще вопрос, пожалуйста. Вот есть дискуссия по поводу, кого считать рабочим классом. Вот она есть, она принципиальна, или это отвлечение от принципов рабочего движения? Сознательное отвлечение. Здесь есть и принципиально. Тут все принципиально, да, кого считать рабочим классом. Значит, ну, во-первых, кого считать? Ну, людей. Мы ведем речь о современном рабочем классе. Это люди, так сказать, непосредственные производители в рамках фабрично-заводской индустрии. Прежде всего, фабрично-заводской рабочий класс. Ну, или в отраслях, где осуществляется материальное производство. Тоже, да, скажем, электроэнергетика. Это не промышленность, но, тем не менее, значит, там тоже крупные коллективы. Там транспорт, грузовой и так далее, и так далее. Вот что такое современный рабочий класс. Значит, и это принципиально почему? Потому что, когда мы говорим о строительстве партии рабочего класса, значит, здесь уже имеет принципиальное значение рабочий характер этой партии, который обеспечивается. Ну, вот об этом уже говорилось в первой части, да, тем, что большинство рабочих в органах партии, это раз, и что большинство рабочих в момент принятия партийных решений. Это два. Так вот, значит, если мы в рабочих запишем тех, кто не является рабочими, да, то, конечно, вот этот принцип будет, так сказать, нарушен, ну, а вместе с ним будет тогда сознательная предпосылка для того, чтобы партия переродилась. Потому что неустойчивые люди, да, в логическом плане, в плане дисциплины, люди, которые, вот, так сказать, оказываясь вне руководящего влияния рабочих в партии, передовых, сознательных рабочих партий, эти люди, конечно, поведут в обратном направлении. С этой точки зрения вопрос принципиальный. То, что этот вопрос обсуждается, это некоторый симптом. Чего? Неприятие некоторых, некоторыми людьми вот этого существующего положения вещей. Это истины. То есть, эти люди, которые хотели бы записаться в рабочие, да, а вот эта истина о том, что рабочие – это не все. Не все люди полезного труда, да, не все люди, которые, значит, занимаются даже производительным трудом, потому что если вы на своей грядке занимаетесь производительным трудом, вы не принадлежите к рабочему классу, который есть сегодня, фабрично-родской рабочий класс и так далее, и так далее. Вот их эта мысль как-то задевает, и они пытаются все время к себе применить и себя записать вот в рабочие для того, чтобы, ну, скажем, в партии рабочего класса занять руководящие посты. Это вообще удивительно, конечно. Казалось бы, сейчас это вообще ничего не дает, быть рабочим. Вот если по-настоящему рабочим быть, вы там будете в самых тяжелых условиях труда, где зарплату повысить надо очень много побиться еще с товарищами, да, развернуть старшую борьбу. А вот программисты, вы знаете, почему-то, так сказать, стараются записаться в рабочие. Ну, товарищ, вам-то что так уж это надо записаться в рабочие, тем более, если вы в партию не хотите, тем более, если вы, значит, сейчас уже достаточно обеспечены. Ну, зачем это нужно? То есть, короче говоря, желание записаться в рабочие – это желание, так сказать, на перспективу. Да, такое, что все-таки симптом того, что чувствуется, что за рабочим классом будущее. И вот раз это будущее когда-то придет, то надо вот как-то постраховаться. И когда оно придет, и дело дойдет до государственной власти рабочего класса, чтобы быть у власти. Вот, я думаю, что причина вот таких постоянных обращений к этой теме со стороны тех, кого не устраивает, очень ясные и понятные ответы, которые дали Маркс, Ленин. Ну, и вот мы с Михаилом Васильевичем Поповым тоже написали книгу, что такое призывать нужды, и что из этого следует, как кого считать рабочим. Их, это истинно, никогда не убедишь, потому что хуже слепого, не желающий видеть. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо большое. Успехов, товарищи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok